Пришла к Александру Борисовичу с такой проблемой, что у меня слабый мышечный каркас, у меня очень подвижные суставы и позвонки, поэтому они стоят не на месте. Много посмотрела видео на ютубе и мне очень понравилось. Приехала вообще с другого города, с Иваново, не побоялась дороги. И сейчас хочу проверить на себе уже, как это все работает. Не особо боюсь, потому что видел уже много отзывов и просто хочется проверить на себе, действительно ли помогает настолько сильно и будет потом намного легче и дышать, и жить, и заниматься делами. В данной ситуации гиперподвижность суставов и пониженный мышечный тонус завязаны на шею, то есть смещение шейного позвонка, нарушение кровоснабжения головного мозга, и из-за этого падает мышечный тонус. После этого пытаться накачивать мускулатуру – абсолютно бесполезное занятие, потому что она быстро прирастает, но мало, и очень быстро падает объем. Здесь я наблюдаю смещение атланта. Второй, третий шейный тоже задеты. Основание шеи. Основание шеи блокировано, то есть там болевой синдром большой, но на сосуды это не влияет. В принципе, свернутый атлант – это уже большой минус кровотоку. Сейчас будем ставить шею на место, посмотрим, как изменится кровоснабжение. Ну, пока краснеет только шея, потому что я намел ее. А вот когда все позвонки поставим, посмотрим, что будет с лицом. Кровоснабжение мозга можно оценить не только по УЗИ. Хорошие маркеры – это губы, уши, межбровное пространство. Особенно это важно для детей, когда УЗИ очень маленьких сосудов и вертящегося младенца практически невозможно сделать. Надежные признаки помогают. Ну и для взрослых, естественно, это очень актуально в плане красоты. Ну, как притекает. Нормально? Да. Усталости нету? Нет. Хорошо, тогда продолжаем. Ну, пока тут минутный перерыв. Расскажу, что женщины красят, допустим, губы. На самом деле они имитируют активное кровоснабжение головного мозга. То есть биология заставляет нас считать красивым то, что на самом деле здорово. То есть красота – это объем здоровья. То же самое про волосы. То есть длинные волосы – это хорошее кровоснабжение головы в целом, которое сильно завязано на позвоночник. Есть кровоснабжение, есть хорошие волосы, и ресницы, и кожа тоже. Кровоснабжение проблемное, никакая маска не поможет. Управка еще не закончена. Нам нужно будет еще освобождать вены, потому что важно не только заставить кровь притекать по артериям, но и оттекать по венам. Вся вот эта вот передняя боковая поверхность, мышечные спазмы, они сдавливают вены и нарушают оттоп крови. Это нам еще предстоит сделать. Пока мы видим покраснение губ, покраснение ушей, самое главное, что оно равномерное. То есть бывает ухо красное с краю, а в середине белое. Это нехорошо. Хорошо, когда оно полностью красное. Ну красное, потому что кровью много притекло в процессе правки, потом нормализуется, будет розовым. Таким ярко-розовым, привлекающим внимание. Сейчас сделаем, приведем в порядок мускулатуру. Вот прошло несколько минут адаптации, видим ярко-красные губы, ярко-розовые уши, полностью все лицо красное. Даже если на камеру видно, то кожа головы слегка порозовела, хотя она по идее всегда белая. То есть полностью организовали приток крови максимальный, который вообще возможен для тела. Не только к головному мозгу, но и ко всем тканям лица, кожи и, соответственно, все это даст плоды. Но плоды это даст только если поддерживать. То есть нужно будет делать упражнения, поддерживать определенную дисциплину, чтобы то, что я поставил, оно сохранилось. После сеанса чувствую легкость. Во время сеанса на самом деле это намного страшнее выглядит на камеру, чем есть на самом деле. Дискомфорт, конечно, есть. Какие-то небольшие болевые ощущения есть, но это как, не знаю, может быть укол сделать. Поэтому не бойтесь, это ничего страшного нет. Сейчас я чувствую изменения в своем теле, немножечко так покалывает. Но все хорошо, будем продолжать курс и посмотрим после курса, какие будут изменения в целом. Прошел курс три недели. Мы провели три занятия по ощущениям. Были, конечно, скомфортные какие-то моменты, но это, в принципе, нормально. Больших болей не было во всем курсе. У меня стало намного лучше самочувствие. Более страсти устойчивое, более веселое. Меньше устаю. По состоянию по общему прошли боли в шее, в спине, в пояснице. Уже чувствую себя здоровым человеком. По состоянию кожи она улучшилась. Начали, начала расти маленький подшерсток. Вот такой вот небольшой, но уже результат есть. Также улучшился цвет лица, цвет губ, стал более насыщенным. Состояние общее, очень хорошее. У меня не было никаких страхов идти к Александру Парисовичу. На город была большая надежда на восстановление, на лечение. Но восстановление организма еще будет идти какое-то время. Но на данном этапе меня все устраивает. И советую, рекомендую вам тоже посетить данного врача, даже если вы находитесь сейчас в другом городе.